Добрый вечер, господа. Мы начинаем наш ежедневный интерактивный проект «Реальное время» в студии прямого эфира Юрия Пронько. Тема у нас сегодня очень интересная, прикладная. Она и политическая, и экономическая. Но сразу хочу попросить у вас прощения за свой французский прононс. Никак я от простуд не могу избавиться в силу тех климатических условий, в которых мы с вами проживаем в городе Москве. Где-то подцепить его очень легко, а вот избавиться очень сложно. Тем не менее, пытаюсь и надеюсь, что с каждой программой, с каждым новым днем этот прононс в французске будет исчезать, но тем не менее. Программа «Антиваучер. Утопия или восстановление справедливости» очень сложная, но крайне интересная тема, которую мы сегодня обсуждаем с Андреем Исаевым, депутатом Государственной Думы России, членом фракции «Единая Россия», одним из лидеров партии «Единая Россия». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Единственное, в самом начале напомню средства коммуникации. Многоканальный телефон для звонков 6510996, код москвы 495, финам.фм. Соответственно, наш портал в интернете для ваших писем. Там же идет и прямая веб-трансляция, то есть можете слушать и смотреть. И я также уже подключил свой личный аккаунт в Твиттере. Вы туда можете отправлять свои вопросы, реплики и комментарии. Андрей, ну я предлагаю очень лаконично вам, да, изложить суть внесенного вами предложения вместе с господином Шмаковым, да, но не растекаться по древу, а прям вот целостно так представить. Очень кратко скажу. Во-первых, мы опубликовали статью, которая называется «Три запроса России к Путину», где определили три темы, которые наиболее актуальны. Это борьба за глобальный мир, это важно для России сейчас. Это баланс ценностей между традиционными ценностями, необходимостью демократизации, модернизации и так далее и тому подобное. И, наконец, третий очень важный запрос на социальную справедливость. Мы спросили сами себя, а что сегодня мы строим? Явно не государственный социализм. Он не будет поддержан, несмотря на заклинания коммунистов, абсолютно большинством это точно. Явно не олигархический капитализм, он вызывает всеобщее раздражение. Мы предложили программу народного капитализма, которая состоит из нескольких пунктов. Пункт номер один – это выравнивание доходов, и там была предложена определенная мера. Пункт номер два – это участие работников в управлении организациями. И пункт номер три – это программа антиваучер. Мы предложили консолидировать государственные активы, которые сегодня остались в углеводорододобывающих и транспортирующих компаниях, таких как «Газпром», «Роснефть», «Транснефть». Их консолидировать и наделить долями в этом активе, которые могут быть оформлены индивидуальными счетами, либо акциями всех граждан, которые родились в бывшем Советском Союзе до определенного периода времени. Сразу скажу, что мы поставили максимум до 1 января 1991 года. Уже обсуждение, которое пошло, показало, что, наверное, это завышенное ожидание. Надо говорить о тех, кто участвовал все-таки реально в создании национального богатства того периода времени. Я думаю, что можно отбить бивку и, знаете-ка, по какой цифре провести? 1967 год. Вот те категории, которые не получили право на накопительную часть пенсии. А как технически это, на ваш взгляд, будет выглядеть? Технически база данных всех граждан Российской Федерации наличствует сегодня в пенсионном фонде. Там учтен стаж, там учтено практически все. Не представляет труда гражданам, которые до 1967 года, 1 января, родились, жили, работали в Советском Союзе, являются гражданами России. Я подчеркиваю, когда мне будут говорить, что мы будем кормить представителей суверенных государств рядом. Нет, только граждан России. Вот этим гражданам выдать соответствующие документы, свидетельствующие сертификаты, это открыть у них персональные счета, на которые будут перечисляться дивиденды от работы принадлежащих государству активов. Далее можно провести среди этих граждан голосование. Допустим, в течение первого года они будут получать средства. Эти средства для них достаточны? Они считают, что эти средства для себя важными? Либо они считают, что эти средства можно целевым образом направить на определенные программы. Вот если голосование скажет о том, что оставьте нам, тогда остается. Если голосование скажет на определенные программы, тогда должна быть сформирована авторитетная общественная комиссия, куда вошли бы общественные деятели, экономисты, специалисты. Ни в коем случае никто из государственных служащих. И эта комиссия должна была бы на конкурсной основе отобрать предложение, куда направить данные средства. Вот смотрите, мы с вами всегда предельно откровенно общаемся в моих программах. Я могу сказать, что данная инициатива, я сейчас сразу рубану, для того, чтобы резко активизировать нашу дискуссию, это такая социальная демагогия, социальный популизм. И на чем основывается моя позиция? Пункт первый. Вы еще лучше меня знаете о существовании такой замечательной компании, как Роснефтегаз. Которая на данный момент фактически уже владеет 50% замечательного вакцинированного общества «Газпром». Как известно, компания, которая исполняет чьи-то желания, как минимум, и мечты сбываются от этого. То есть, на самом деле, сейчас конкретный эмитент, в данном случае компания «Газпром», является де-факто государственной. Управляется вот этой очень интересной компанией «Роснефтегаз». Там же есть и активы «Роснефти», второй компании, которую вы упоминали, в том числе и в статье с господином Шмаковым. То есть, этот проект уже реализован, Андрей? Нет. Он находится в управлении государства, то бишь чиновников, бюрократии. Да, совершенно верно. При этом прозрачность этих процессов, ну, я так мягко скажу, вызывает вопросы, да, вызывают вопросы, как минимум. Поэтому вот эти рассуждения о том, что давайте все консолидируем вокруг государства, они беспочтны, потому что это уже консолидировано. Я не предлагаю консолидировать вокруг государства. Я предлагаю государственное как раз поделить на акции конкретных людей. Эти акции нельзя будет, в отличие от ваучеров, продать, подарить или как-то передать, кроме как по наследству. И эти акции не будут голосующими, голосовать будет государство, но эти акции будут приносить конкретным людям конкретные доходы. И, кроме всего прочего, эти люди получат право контролировать, насколько эти доходы соответствуют реальным существующим доходам. Процедура контроля. Я думаю, что инициативные группы могут формировать соответствующие собрания, обращаться, и в случае, если собрано определенное количество подписей, проводить соответствующие проверки. То есть это дилетанты? Другими словами, то есть вы же не собираетесь, нанимаете? Дилетанты при необходимости могут нанять аудиторов, да, если дилетантов много, и они действительно реально считают необходимым провести соответствующую проверку. Значит, дальше я хотел бы сказать следующее. Мы должны отвлечься и сказать две вещи. Первое. Принципиально мы не берем российскую действительность. Принципиально. Это возможно или нет? Принципиально я утверждаю, что это возможно. Потому что аналогичные, ну, близкие к этому системе существуют в Норвегии. Аналогичные, близкие к этому системе существуют в Объединенных Арабских Эмиратах. Далее. Вот вы же, Юрий, возражаете мне с точки зрения либеральной экономической позиции, правильно? А я вам на это отвечу, что примерно такой же план в 2008 году предлагал светоч российского либерализма Егор Тимович Гайдар в своей книге. То есть вы пытаетесь сейчас авторитетом Гайдара меня поддавить? Вы знаете, у нас еще на одной радиостанции тоже была дискуссия с, если это можно назвать, дискуссией с Ириной Ясиной по данным вопросам. И она сказала, что если вы уберете название антиваучер и внесете определенные поправки, ну, то есть я не соглашался с 1 января 1991 года, там, рождение и прочее, и прочее, то я даже готов буду это дело поддерживать и активно отстаивать, в том числе в либеральных кругах. Нет, я категорически против этой инициативы, потому как, вы знаете, она, кстати, противоречит вашей инициативе и словам господина президента, да, который неоднократно, вот я даже себе распечатал несколько его высказываний, утверждал и утверждает, что, например, цитата, мы не стремимся к созданию системы государственного капитализма, мы хотим создать социально ориентированную систему рыночной экономики, да. Слово социальное у меня вызывает вопросы, он не расшифровывает, я имею в виду Владимира Путина. Мы по этому пути не пошли, имеется в виду, опять-таки, балансировку всего бизнеса вокруг государства, мы убрали другой путь, подставили плечо бизнесу, выстроили целую систему поддержки, но не пошли по пути о государствовании экономики. То, что вы сейчас предлагаете, это порождение, фактическое порождение именно государственной экономики, плюс множество, вот здесь без обид личных, да, это у нас разговор, у нас дискуссия, порождаете халявщиков, которые будут знать, что в один прекрасный день на такой-то счет поступит такая-то копеечка, да, причем, может быть, и не маленькая копеечка, а может быть, и маленькая копеечка. Но человек, вот понимаете, будет настроен патерналистски с точки зрения собственной экономической самостоятельности. Он будет знать вот это вот нечто под названием государство российское, да, забрало часть прибыли у «Газпрома», «Роснефти» или иного субъекта и ему положило на блюдечки. Юрий, ну... Паечка такая, маленькая. Юрий, отвечай на ваши вопросы очень важные постепенно. Пункт первый. Мы не предлагаем расширять государственный капитализм. То есть мы не предлагаем в эту компанию объединенную национализировать уже приватизированные средства производства. Мы предполагаем использовать то, что находится у государства и, по всей видимости, и дальше будет находиться у государства. «Газпром», «Роснефть», «РЖД» как были, так и будут оставаться государственными. Очевидно, это понятно. Ничего дополнительного к этому мы специально не предлагаем добавлять. Первое. Второе. Мы с вами прекрасно понимаем, что мы находимся на пороге определенного, ну, как бы, не кризиса, я бы сказал так, не хочу пугать, определенных проблем, стоящих перед пенсионной системой. У нас растет число пенсионеров, у нас сокращается количество работающих, мы входим в некую лакуну, которую нам надо пережить. Эту лакуну мы по-любому будем переживать одним способом. Государство будет выкачивать деньги из углеводородозабывающих отраслей и вбрасывать в систему поддержки старшего поколения. Но это можно просто безадресно бросить в пенсионный фонд, а эти деньги можно адресно разнести по счетам пенсионеров и старшего поколения работников. То есть вы считаете, что это сработает. Продолжим. После краткого выпуска новостей я приведу еще одну цитату из высказываний господина Путина, которая, в общем-то, дезавуирует высказывания моего сегодняшнего гостя Андрея Исаева. Пишите на финам.фм. 19 часов 18 минут. Это реальное время на финам.фм. Сегодня у нас в гостях депутат Госдумы России, член фракции Единой России Андрей Исаев. Говорим о очень серьезной проблематике программы антиваучер. Вообще вот социально-экономическая политика, которая рассматривается с разных точек зрения. Утопия или восстановление справедливости. Так вот, Андрей, я вам обещал еще одно высказывание господина президента. Касаясь темы масштабной приватизации, а господин президент вновь о ней предметно заговорил, новая волна, да, приватизация, он сказал следующее. Это мощнейшая антикоррупционная мера. Коррупция, к сожалению, является самой большой угрозой развития России. Риски здесь значительно серьезнее, чем колебания цен на нефть. Люди и бизнес устали от повседневной бытовой коррупции. Конец цитата. Ну, здесь господин Путин, как всегда, мог соединить ужас с ежом, да, то есть начав с мощнейшей антикоррупционной меры и закончив бытовой коррупцией. Ну, я не буду судить последовательные слов господина Путина. Это вторичный вопрос. Но, смотрите, вы не считаете, что вы в определенный клинч входите, дебатируя уже фактически с господином президентом, который говорит о масштабной приватизации, о необходимости продажи на прозрачных тендерах, аукционах, там, форма реализации может быть принята. Да, однозначно, кстати, Путин говорит о том, что не залоговая аукциона, то есть отказаться, конечно, от тех схем, которые были в 90-е. То есть вы не думаете, что вы именно противоречите человеку, который, в общем-то, а, является лидером вашей партии, б, он обозначил некий стратегический путь, и здесь выходит ваше предложение с господином Шмаковым? Ну, я считаю, что мы не противоречим, потому что, еще раз повторю, мы не предлагаем оставлять в государственной собственности неэффективные нынешние активы, но я глубоко убежден, что, что бы ни происходило, в государственной собственности останутся недра, останется углеводорожная... То есть вы считаете, что Путин не пойдет на приватизацию вот этих огромных пакетов «Газпрома» и «Роснефти»? Вы знаете, на ОТЭС он заявил о том, что хочет усилить государственное участие в «Газпроме». «Газпром», «Роснефть», «Роснефть», «Российские железные дороги» приватизированы не будут. При этом существует много казенных предприятий, которые я бы с удовольствием приватизировал, потому что государство на сегодняшний день не в состоянии ими эффективно управлять. И пускай это будет сделано, и пускай правительство Дмитрия Анатольевича Медведева, который возглавляет нашу партию официально сейчас, внесет соответствующие предложения, мы их одобрим. Но то, что находится в исключительной собственности и воспринимается, это очень важно, воспринимается гражданами как то, что принадлежит народу в целом, это должно работать на народ в целом, и каждый гражданин должен ощущать. Тут же, кроме всего прочего, еще и фактор восприятия. Сейчас очень серьезный запрос на восстановление справедливости. Юрий, вы же согласитесь о том, что приватизация, осуществленная в 90-е годы, воспринимается абсолютным большинством как несправедливая? Есть проблема. Несправедливая. Вот эта мера, которую мы предлагаем, она на самом деле должна, это ощущение справедливости и причастности граждан, которые участвовали в создании национального богатства, к этому богатству восстановить. И мне кажется, что это было бы крайне важно. Зачем вы тогда изобретаете эфемиризмы? Пойдите по пути нормальной, либеральной, демонополизированной рыночной экономики. Проведите доп. эмиссию акций ценных бумаг этих компаний. Юрий, я могу сказать, что... Сделайте акционерами Россия. Вот вы сейчас произнесли слова, которые наверняка для огромного количества слушателей Бизнес-ФМ, для большинства будут понятны. Но если, предположим, вы произнесли бы это на другой радиостанции, которая там слушает в деревнях, в рабочих поселках, никто бы ничего не понял. Начиная со слова доп. эмиссии и кончай акции. В этом случае... Но я более высокого мнения о интеллектуальном развитии наших граждан. Я думаю, я очень высокого мнения об их интеллектуальном развитии, просто я считаю, что люди есть, которые занимаются, разбираются в бизнесе, и есть люди, которые могут быть хорошими артистами, врачами, учителями, математиками, рабочими, инженерами, им совершенно необязательно разбираться в бизнесе. Вот эти люди, в случае, если мы пойдем просто по пути, что, ребят, давайте мы выбросим дополнительные акции, а вы там посмотрите, поиграйте на бирже, купите эти акции. Эти люди, как всегда, останутся ни при чем и останутся с носом. Поэтому предложение антиваучер как раз состоит в том, чтобы эти люди с носом не остались, чтобы они почувствовали себя совладельцами того, что всегда принадлежало всему народу России. Демагогия. Что вы тогда будете делать с такой замечательной компанией, как Роснефтегаз? То есть я вот буду исключительно с прикладной точки зрения рассматривать... Мы создаем фонд, в который эти компании будут отчислять свою прибыль для наделения соответствующими средствами граждан, обладающими соответствующими акциями. Конкретные механизмы я предлагаю обсуждать. Мы говорим о чем? Мы говорим о том, что трудно реализовать механизм, или что это в принципе неправильно. Я убежден, что в принципе это правильно. Но для того, чтобы был выбран механизм, мы готовы это всемирно обсуждать. Более того, мы активно приглашаем к этому либеральных экономистов. Потому что они должны выступить в данном случае в роли оппонента, который позволил бы нам выстроить систему, которая не занесла бы нас назад в государственный совет. Пойдите по пути, опять я вернусь все-таки к рыночной методологии, пойдите по пути действительно масштабной приватизации. Заберите у чиновников эти государственные на сегодняшний день активы. И куда они денутся? Приватизируйте их. Я думаю, что масса потенциальных инвесторов. Железные дороги. Российские. Вот смотрите, что касается господина Якунина и замечательной его компании РЖД. Я могу согласиться с тем, что он действительно сделал ряд важных инициатив, которые были реализованы компанией. Безусловно, уже не та, которая, знаете, была, грубо говоря, МПС, Министерство путей сообщений. Я признаю это. Но ведь господин Якунин очень сильно, как бы это помягче-то сказать, и трепетно держится не за подвижной состав, который уже демонополизирован, а за локомотивный состав. То есть, понимаете, если я перейду вообще в практическую плоскость, то и в компании РЖД я найду массу соблазнов, вот в этой госкомпании, которые позволяют манипулировать бизнесом реальными финансовыми потоками. А если мы говорим о такой компании, как «Газпром» или «Роснефть», там котировки резко возрастут, по одной простой причине, что компании являются еще и геополитическими, стратегическими предприятиями. Избавьте компании от чиновничьего произвола. Ну, Андрей, вы же не будете спорить со мной, что эти компании подгружены, как бы это помягче сказать, функциями непрямого назначения. Я так мягко сформулировал. Да, я понял. И именно чиновники могут себе позволять не топ-менеджеры этих компаний, а именно чиновники манипулировать, в том числе, этими финансовыми потоками. Юрий, ну, во-первых, у нас в 20 веке, если мы возьмем, было два опыта приватизации железных дорог, если мы говорим про РЖД. Это Великобритания и Япония. В обоих случаях страны потом отказались от этого решения и вернули железные дороги в собственность государства. Есть очень важный принцип, который существует. Конечно же, в демонополизированных отраслях частное предприятие лучше, чем государственное. То есть вы признаете это? Да. Но частная монополия хуже, чем государственная монополия. Потому что частная монополия – это монополия, которая не оглядывается ни на что. Государственная – это возможность давить, это возможность требовать, это возможность не давать через парламент, через все, что угодно, завышать тарифы и так далее и тому подобное. Частная монополия – ребят, мы… Либо вы платите столько, сколько мы сказали, либо ничего у вас не повезет. Ничего подобного, на самом деле. По одной простой причине. Мы на один предмет с вами смотрим просто с разных точек зрения. Государство, главная функциональная обязанность государства – это регулирование. Регулирование рыночных процессов. Государство – не хозяйствующий субъект. Потому что если вы говорите, что государство является хозяйствующим субъектом, тогда всплывает сакраментальная формулировка господина Маркса, или товарища Маркса, я уж не знаю, как лучше применить, государство – это частная собственность бюрократии. Понимаете, вот чиновников бюрократию надо отодрать от бизнес-процессов, но сохранить у государства, то бишь у чиновников бюрократии, функции регулятора. И если компания, как вы говорите, частная монополия, взорвалась в своих действиях, прецеденты, к сожалению, не российские, зарубежные есть, когда применяется антитрестовское законодательство, демонополизированное. Понимаете, мы тут как раз вступаем, Андрей, с вами в очень важный момент. В России анти-демонополизация, антимонопольное законодательство не работает. Вот в чем я виню, в том числе господина президента, который не делает ставку на эти процессы. Ну, давайте таким образом, мы не сможем разделить железные дороги, даже мы смогли... Железо, да, состав локомотива можем. Можем. Вот давайте таким образом, мы пошли по пути демонополизации и перехода в частное владение большей его части авиатранспорта, авиаперевозок, правильно? Так. Спросите у граждан, какая из компаний, российских компаний, на сегодняшний день является с их точки зрения наиболее безопасной, комфортной и лучшей? Принадлежащие государству фактически Аэрофлот или какие-нибудь маленькие компании, которые воздействуют... Вы знаете, я знаю очень серьезного конкурента именно компании Аэрофлот, которая по своей структуре является частным акционером в обществе. Акционером, формально, да. Это Трансаэро. Ну, Трансаэро, да, хотя вы знаете, что у Трансаэро были большие проблемы. Андрей, я к тому, что можно всегда привести антитезу, да? Большие проблемы на сегодняшний день, я могу сказать, не хочу давать рекламу никому. Ни тем, ни другим, да. Да, ни тем, ни другим, но тем не менее мы знаем, что большинство граждан критикуют большую часть малых компаний, которые возникли на базе разделения Аэрофлота. Успех Аэрофлота искусственно созданный. Мы с вами прекрасно понимаем, те отчисления, которые производятся за счет пролета над территорией России, перечисляются в открытое акционерное общество Аэрофлота. Ну, я могу сказать, что если мы завтра точно так же разделим РЖД, мы можем натолкнуться на такие же проблемы, с такими же маленькими компаниями, которые окажутся не в состоянии оплачивать оставший поезд, которые не в состоянии окажутся оплачивать труд локомотивных бригад. Они столкнутся с сопротивлением, с массовыми активными, кстати, действиями профсоюзов, которые будут требовать повышения заработной платы, на которые они окажутся неспособны и так далее и тому подобное. Мы создадим кучу проблем для нас. Я согласен с вами в чем? РЖД на сегодняшний день и Газпром, и Роснефть, это не государство, это не министерство, не агентство, которое руководит. Если бы этим руководили агентство... Это бизнес. Это бизнес, да. Этот бизнес, там государству принадлежит собственность, да, доля собственности. Вот эту долю собственности, изымаемый таким образом прибавочный продукт, мы предлагаем делить между гражданами государства, которые имеют на это, с моей точки зрения, моральное право. И если мы при этом дадим этим гражданам по их инициативе возможность проводить проверки, контролировать, насколько эффективно используется эта собственность, мне кажется, что от этого станет только лучше. Ну, то есть, другими словами, вы ставите под сомнение эффективность работы этих компаний в нынешних условиях. Я могу сказать, что я как депутат Государственной Думы обязан сомневаться в эффективности использования государственных средств. Если бы мы не сомневались в этом, не нужна была бы ни счетная палата, ни заслушивание исполнения бюджета и так далее. Ну, счетная палата вообще у нас интереснейший орган контроля, контролирующий орган, да, но пресс-секретарь президента почему-то на заявление счетной палаты по поводу Владивостокского саммита ОТЭС говорит, Ну, это же профессионалы должны давать комментарии. Ну, речь идет, а я даже в разы уже не помню, сколько смета изменилось после первоначальной постановки вопроса. Хорошо, мы продолжим этот разговор с Андреем Исаевым сразу после краткого выпуска новостей. Пишите на финам.фм, там же идет прямая веб-трансляция. Кроме того, наш многоканальный телефон 65 10 99 6. 15 часов 31 минута, Андрей Исаев сегодня в реальном времени. Андрей, вот вы мне за эфиром сейчас сказали, что это попытка перераспределения доходов, в том числе в пользу людей старшего поколения. И как довод вы говорите о том, что их обделили, да, то есть их вообще убрали из этих процессов. Но ведь, согласитесь, это тоже эфемеризм. Да не было государственной, вот та собственность, которая называлась советской, да, или народной, и институты народного хозяйства у нас были, да, и сейчас, по-моему, только ума у это осталось. Мне, кстати, аббревиатура очень нравится. Академия народного хозяйства и государственные службы при президенте Российской Федерации. По-моему, вот просто в точку. Вот вся экономика заточена на государственной службе, а вся госслужба при президенте, да, и вот она, та самая пресловутая вертикаль власти. Я к тому, что, ну, это тоже, это разводка, Андрей, по поводу людей старшего поколения. Нет, это не разводка. Давайте таким образом. Люди старшего поколения, во-первых, все-таки, я согласен с вами, что социалистическая, так называемая, собственность, она не была собственностью народа. Она фактически находилась в управлении класса номенклатуры. Да. Да, который использовал эту собственность, в первую очередь, для себя. Но, первое, он использовал ее на определенных условиях с определенными оговорками, и надо признать, что там существовал достаточно серьезный социальный пакет, серьезные ограничения, и по доходам той же номенклатуры. И ограничения эти были более существенными, чем сегодня существуют. Во-вторых, там была определенная ответственность, то есть, да, номенклатура платила нищенскую зарплату рабочим. Но она при этом брала копейки за свет, газ, жилье, да, и, в принципе, на определенном уровне социально обеспечивала. Поэтому у громадного количества людей сложилось ощущение, оно есть, может быть, оно ложное, что... Иллюзорное. ...что эта собственность принадлежала всему народу. Раз. Второе. Возмущает даже не то, что, если бы эта собственность осталась и дальше у государства, и дальше использовалась бы новая номенклатура или бюрократия, возможно, это не вызвало бы такого возмущения. Но когда вдруг человек, который никем, кроме секретаря комитета комсомола какого-то вуза никогда не работал, вдруг оказывается миллиардером, долларовым. Понятно, что это ему не тетка завещала, что он не совершил каких-то баснословных открытий, что он не построил лично каких-то предприятий. Просто он оказался ушлым парнем, которому в результате достался громадный кусок общенародной собственности. Дальше задается вопрос, а почему нам-то ничего не досталось? Но мы договорились, что общенародная собственность эфемеризм и не более того. Кусок государственной собственности, которая в этот момент делилась. И вот одним наделили гигантские куски, другим ничего. Одним дырку от бублика, другим бублик, другим дырку от бублика, это и называется демократическая республика. Вот поэтому я вам говорю, вы левый популист. Я могу вам откровенно сказать, никогда не будет равных условиях в любом обществе. Всегда будут более умные, простите, да, неприменительно к личности конкретным. Всегда будут более успешные, как вы говорите, ушлыми. Это были, есть и будут. Я предлагаю это ввести в закон. Это вопрос, это вопрос, Юрий, не ума, это вопрос способности к какому-то виду деятельности. То есть вы, другими словами, говорите, что государственная власть продажна. Условно говоря, профессор, хирург могут быть гораздо более умными, чем многие бизнесмены, получившие огромные куски денег. Они просто под другое заточены, у них ум другого склада. Они не могут оказаться абсолютно беспомощными. В вопросах распоряжения акциями, но при этом быть блестящими специалистами. И вот в отношении этих людей, в своей отрасли, да, в отношении этих людей нужно восстановить справедливость. И опять-таки я хочу сказать, не только антиваучер, это еще и все-таки решение проблем с зарплатами. Здесь мы предлагаем минимальную зарплату поднять как минимум до уровня прожиточного минимума, об этом мы неоднократно говорили. И установить, возможно, через закон, возможно, через генеральное соглашение между профсоюзами, работодателями и правительством предельное соотношение заработной платы топ-менеджеров по отношению к средней зарплате в их организациях и предприятиях. Слушайте, ну это... По одной простой причине. Андрей, ну вы же не будете со мной спорить в той части, что при всем уважении к людям труда, назовем их так, да, при том, что они действительно на своем переделе несут ответственность за конкретный передел. Решение, которое принимает топ-менеджер, касается и этого рабочего, и того рабочего, и всего трудового коллектива. Юрий, ну вы не будете со мной спорить, что когда... Соответственно, степень ответственности должна, соответственно, воздаграждаться. Я отвечу вам вопросом на вопрос, да, чтобы у нас было в данном случае. Вы же не будете со мной спорить, что когда на Урале есть предприятие, принадлежащее, скажем так, к оборонному комплексу, который живет только за счет государственных заказов, и где заработная плата генерального директора равна всей остальной заработной плате, существующей на данном предприятии, что это извращение, да? Предприятие входит в госкорпорацию? Оно не входит в госкорпорацию, оно формально является АО, значит, но оно живет все эти годы только за счет получения государственных заказов. Вы не будете со мной спорить, что это неправильное соотношение. Вы не будете со мной спорить... Это то, что фактически Путин построил государственный капитализм, подтверждение слов. Нет, это не Путин построил, потому что такое соотношение возникло еще в 90-е годы, когда люди дорвались и поняли, что можно устанавливать себе любые зарплаты, какие угодно. А что там с работниками происходит, это все равно. Вы не будете со мной спорить, что на сегодняшний день нынешний разрыв в доходах, он официально 17 раз, да? официально. Это плохо, я признаю, не буду. Это неправильно. В этом отношении должны быть посылы. Я понимаю, что даже норму, связанную с ограничением зарплаты топ-менеджеров по отношению к средней зарплате на предприятии, можно обойти. Но это государственный посыл. И почему мне, кстати, было бы... Вот в этом отношении у нас со Шмаковым даже спор был. Он-то предпочитает, чтобы это было государственным законом установлено. Я считаю, что это должно быть установлено через генеральное соглашение между объединениями работодателей, профсоюзами, правительством. О том, что мы договариваемся, что соотношение зарплаты генерального директора по отношению к средней равно 10. Да? Все. В 10 раз, может быть. Не более. И что, если назначается более высокая заработная плата, это неприлично. Это общая договоренность общества. Мы считаем, что это неприлично. Относиться таким образом к своим собственным сотрудникам, к своим собственным гражданам. Еще одно предложение, которое кроме антиваучера существует. Это участие работников управления организациями. Путин об этом заявил. Он ссылался на опыт Германии и Австрии. И я вот в данном случае, наверное, с Владимиром Владимировичем немножко разойдусь в оценках. Почему? У нас ведь предпринималась попытка создания таких не производственных советов, а советов трудовых коллективов. Это завершилось тем, что возникла такая параллельная бюрократия, параллельная профсоюзам. Там, где профсоюзы сильные, они просто подмяли это под себя, ну и было дублирующие структуры. Там, где профсоюзы слабые, там работодатели попытались использовать это как противопоставление одних другим. А вот вы не соглашаете подписать такой коллективный договор? Ну и плевать, я с советом трудовых коллективов подпишу и так далее и тому подобное. Этого опыта негативного, я не слышал ни одной позитивной оценки, но кроме узкой группы членов союза советов трудовых коллективов. Так вот, не хотелось бы возрождать. Поэтому мы предлагаем представители работников, выборные, входят с правом решающего или даже совещательного голоса в коллегиальные органы управления организациями. Советы директоров, там, где они есть. Наблюдательные советы. Наблюдательные советы. Более того, я могу сказать, что в целом ряде крупных компаний, это уже реально существует через коллективный договор зафиксировал. Они входят... Да, я знаю такие компании. Входят, присутствуют, участвуют. Первое. Второе. Возродить практику постоянно действующих производственных совещаний. Когда с периодичностью, скажем, раз в квартал собирает представителей работников, делегированных, выборных, это могут быть, например, профсоюзные организации, делегированные цехов, представители конференций, руководители предприятий, если большое предприятие, идет речь, либо собрание, если малое предприятие, и обсуждает с людьми планы экономического и социального развития. Ведь на сегодняшний день, это же неправильно, когда работник приходит и работает как слепой. Он не знает, что завтра с предприятием будет, на какую продукцию перейдут, кого уволят. С другой стороны, Андрей, я вот внимательно сейчас слушаю, да, помните, в конце 80-х Михаил Сергеевич запустил программу, когда коллективы чуть ли не директоров избирали. И чуть ли не выбирали директоров, это неправильно. Это глупость. Это глупость, да. Я сам согласен. Потому что работники, и в данном случае работодатели, они диаметрально противоположные стороны смотрят. Правильно, потому что предприятие, если... Так вы сейчас предлагаете то же самое. Ничего подобного. Давайте внедрим в советы директоров дилетантов. Ничего подобного. Нет, мы внедрим в советы директоров наблюдателей. Это первое. Второе, я уверен, что работник, который знает о том, как будет развиваться его предприятие, который чувствует, что он имеет право, его голос будет услышан, предлагать, обсуждать, он будет работать гораздо лучше, он будет патриотичнее относиться к своему собственному предприятию, к продукции, к которому мы пускаем. Относительно вопроса, я думаю, через транзакции, через его заработную плату он будет более мотивирован, нежели через какие-то очень ушлые рассказы. Что касается акции, безусловно, мы тоже предлагаем о том, что если работник отработал пять лет на предприятии, начать с государственных компанией, но потом предложить всем крупным компаниям это сделать, наделять работников акций. Послушайте, вот почему вы держитесь за эти госкомпании и госкорпорации? Я вот не могу этого понять. Оставьте государству функции регулятора, приватизируйте, уберите все эти госы. Нет ни одной страны мира, где государство не владеет. Плевать. Давайте создавать прецедент. Я думаю, что это будет на самом деле рискованный прецедент, если мы попытаемся пойти по этому пути. Еще раз повторю, излишняя собственность. Государственные прихмахерские не нужны никому. Это 100%. Ну, слава богу. Государственные автобазы не нужны никому. И так далее, и тому подобное. Даже государство, крупные металлургические комбинаты государства не нужны никому. Государство должно держать под контролем естественные монополии. Там, где монополизм неизбежен. Любой монополизм можно демонополизировать. Уж простите за вот такой оборот. Нельзя. К сожалению, нельзя. Это вот как раз говорит о неэффективности администрирования в государстве российском. Опять-таки, еще один важный момент. На сегодняшний день получилось таким образом, что нефть и газ принадлежат кому? Они де-факто принадлежат тем компаниям, которые их добывают. А по конституции они принадлежат всему народу. Вот смотри. А дальше я беру листочек, да, и смотрю. Газпром. То есть, он вроде как чуть ли не государственный, да? По крайней мере... Под контролем государственный. Это недра государственная, да? 50 процентов, почти 50 процентов, там вот эта доля, которая, я так понимаю, ВЭП или ВТБ готов уже расстаться с ними, да? По-моему, внешнеэкономбанк. У них, да, там вот этот небольшой ноль-ноль чего-то там не хватает до 50. Владеет Росгазпром. Об этой компании, я думаю, 90 процентов слушали вообще первый раз слышат, да? Потому что это не публичная компания, но хочу всем обозначить. фактически владеющая государственными пакетами углеводородных компаний, да? Андрей, так здесь все государственное. Здесь и так все государственное. Прекрасно. Вопрос, каким образом получаемая государством прибыль распределяется? Мы говорим, что эта прибыль должна распределяться между гражданами, родившимися в Советском Союзе до 1, скажем, января 1967 года и имеющими на это право, поскольку они участвовали в создании этих... Те члены Совета директоров, которые представляет государство, получается, принимают неадекватные решения в нынешней ситуации? Я думаю, что они принимают решения. Я не берусь обсуждать. Вы знаете, вот когда, если бы мы с вами провели бы... Нет, ну государство там уже, да? Мы же это понимаем. Аудитовскую проверку. Нет, мы говорим о другом. Мы говорим о наделении людей долями от прибыли, которые получают государственные собственности. Более того, мы говорим, эти люди все равно получат эту прибыль, потому что это большей частью пенсионеры, либо люди предпенсионного возраста. в случае, когда наша пенсионная система будет требовать дополнительных вложений, а это произойдет, они получат эту прибыль от Газпрома, от Роснефти, от РЖД. Но они будут получать в той, каждый раз, каждый год. Мы будем по этому поводу бодаться с Министерством финансов, которые будут стараться дать как можно меньше. Вот в том случае, когда мы принимаем это решение, мы говорим, есть доля, есть индивидуальный счет, эти люди получают. Фактически, это дополнительное пенсионное обеспечение. Ну, то есть, вот вы, кстати, ушли от ответа на вопрос, вы поощряете халявщиков. Это не халявщиков. Я не хочу вот сейчас показаться непопулярным, да, в конце концов, как журналист, я могу себе это позволить, вы как политик, нет, но фактически вы говорите, ребят, вот мы на ваш счет будем паечку отправлять каждый год. Тогда возникает простой вопрос, а почему эта паечка иногда уходит тем людям, которые вообще не участвуют, не в создании. Нет, паечка все-таки, Андрей, согласитесь, если контрольный пакет 50% через государство, уходит государство российское. Уходит государство, да. А дальше вот это вертикаль, да, или там горизонталь, я уж не знаю, что у нас сейчас управляет всей страной, занимается перераспределением. То есть функционал этот исполняется. Я думаю, что доверие государству после такого решения у граждан возрастет. Что касается, называть ли халявщиками людей предпенсионного, пенсионного возраста, я думаю, что это неправильно. Вот вы давите на это, вы давите на это. Это неправильно, потому что эти люди не могут, вот условно, большинство из них, вы, Юрий, это прекрасно понимаете, не могут перестроиться и жить в условиях рыночной экономики как заправские специалисты. У вас прекрасное у самого экономическое образование. Значит, поэтому для вас это, что называется, орешки щелкать. Там решать вопросы с акциями и прочим. Для большинства людей это непонятно, это неясно. Так вот вместо того, чтобы создавать вот эти наросты, давайте объяснять, рассказывать. Мы не предлагаем делать это для молодежи, для тех, кто родился в новой России или родился в конце Советского Союза. Пускай они приобретают, для них можно и миссию сделать. Подождите, тогда вот это важный момент. Как еще раз, возрастная категория родившихся до 1 января 1967 года. До 1 января А знаете, почему? Да, меня обделили. А знаете, почему 67 год? И меня тоже. У меня 64 год. Знаете, почему я? Нет, я как раз попаду. А, то есть вы предусмотрели, надо себя включить. Знаете, почему я предложил 67 год, предлагаю? Потому что у нас именно здесь проходит барьер по накопительной части пенсии. Вот те, кто родился после 1 января 1967 года, имеют право на накопительную часть пенсии. Это означает, что из их отчислений что будет после 1 октября, что из их отчислений 6% идет на их индивидуальные пенсионные счета. А вот те, кто родился, вот как я, до 1 января 1967 года, такого права лишены. Вот для них мы предлагаем иной палиатив. Боюсь, господа слушатели, после 1 октября мы все будем лишены. Все зависит теперь от господина Путина, да, и того решения, которое ему подготовят и он его примет. Сейчас будет сложная дискуссия, обсуждение. Предлагаю, может быть, еще раз собраться. Я надеюсь, что господин президент не пойдет на поводу у популистов, которые хотят в короткую закрыть безусловно важную тему и поймет, что данное решение носит концептуальный характер. Либо доверие россиян к государству окончательно будет сведено под ноль. Либо есть шанс, что это доверие сохранится. Краткий выпуск новостей, затем ваши звонки и письма Андрею Саеву. 19.48, реальное время, Финам.фм, Андрей Саев, здесь у нас в московской студии прямого эфира. Ваши звонки на 651099.6, код Москвы 495. Ваши письма на финам.фм, там же идет прямая веб-трансляция. Значит, все доводы о том, что Пронько против пенсионеров лукавые и ложные. Моя мама также пенсионер и она нашла себя в рыночной экономике. А кто такие доводы? Не, ну тут я же вижу письма, которые приходят. То есть меня начинают уведеть. Вот поэтому я говорю, что Андрей Саев, он левый популист, а я вам говорю правду. И вы мне начинаете предъявлять, а вот старшее поколение. Старшее поколение это функционал прямой. Андрей, вот в чем я с вами согласен. Старшее поколение, инвалиды, люди, попавшие в сложные жизненные ситуации, прямой функционал государства российского. Люди, у которых есть физические, умственные возможности, материальные возможности заниматься самообеспечением, заниматься своей пенсией, заниматься инвестированием. Вот в эти, как вы говорите, сложные бумаги, да, и фьючерс нематерное слово, да, а инструмент на фондовом рынке, на финансовом рынке, им должна быть предоставлена эта возможность. Вот давайте не уравниваем. Ну слушайте, мы ушли от этого. А сейчас мы фактически говорим, слушайте, давайте мы счета, давайте мы Газпром и Роснефть подуем. Я еще раз повторяю, вот те индивидуальные счета, которые мы предлагаем сделать, которые мы называем антиваучер, и они, ими будут наделены пенсионеры и старшее поколение работников в предпенсионном возрасте находящиеся. Все, ваши письма и звонки. Олег пишет, господин Исаев, вы говорите о неэффективных госпредприятиях. Значит ли это, что неэффективно наше госуправление, которое включает в себя и управление экономикой вообще, и госпредприятиями в частности? Ну вы знаете, наверняка есть огромные проблемы у нашего госуправления, что тут, что называется, наводить тень на плетень. Но с другой стороны, есть сферы, в которых государство априори неэффективно. Вот, условно говоря, заставь американское государство управлять прачечными и парикмахерскими, оно будет делать гораздо менее эффективно, чем владельцы прачечных и парикмахерских. Это правда. Добрый вечер. Вы в эфире. Как вас зовут? Добрый вечер, Дмитрий. Вопрос Андрею Исаеву. Добрый вечер. Почему российские профсоюзы не смогли добиться отмены этой практики с 90-х годов, разницы существенной зарплат между обычными работниками и руководством, в рамках коллективных договоров и так далее? Зачем нужен закон? Откуда цифра 10? И почему профсоюзы не смогли добиться, что прибыль таких вот предприятий, как «Газпром» и так далее, не уходила бы на спонсорство непонятным клубом футбольным английским, а на развитие с тем, чтобы тарифы не повышались. И тогда бы благосостояние обычного человека было бы хорошее. Стабильная зарплата, стабильные тарифы. Дмитрий, спасибо. Дмитрий, я отвечаю. В 90-е годы российские профсоюзы, в которых в этом активно участвовали, бились не за разницу в зарплатах, они бились за то, чтобы зарплаты вообще в принципе выплачивали. Напомню, что это был период массовой невыплаты зарплаты. Был период. Именно по этому поводу проходили массовые акции протеста, было серьезное давление, шахтеры стучали касками на горбатом мосту, проходили массовые акции протеста врачей и учителей, организованные профсоюзами. Нам с этой бедой удалось справиться. Дальше следующий этап борьбы, который разворачивали профсоюзы, это была борьба за более-менее достойную заработную плату. Она реально росла, этот рост происходил. Впервые мы начали говорить, я просто напомню, что когда профсоюзы начинали борьбу за мрот, он был равен 83 рублям 49 копейкам, что составляло 3 доллара США в тот момент. Сейчас мрот по-прежнему крайне низок, но это все-таки не 3 доллара США, а 150 долларов. Таким образом, все-таки определенные прогрессы, достижения. Просто к каждому этапу жизни следует новый уровень требований. Поэтому сейчас как раз профсоюзы ставят вопрос и по антиваучеру и контролю за распределением прибыли от госкомпаний, и по ограничению по заработным платам. Я не случайно сказал, что это должно быть принято через генеральное соглашение между профсоюзами, работодателем и правительством. Цифру 10, это я просто предположил, но возможно там во время переговора будут выбраны, как это и на это. Андрей Исаев, реальное время, 65, 10, 99, 6, код Москвы, 495, финам.фм, наше средство коммуникации, Василий из Воронежа. Пишет, возможно, вам стоило вместо популистского антиваучера взять опыт Великобритании, где Тони Блэр ввел в свое время единоразовый компенсационный налог на прибыль, принесенную ветром. Так образом он назывался налог. Господин Исаев, пока наше государство не будет гарантировать, я, Андрей, цитирую письмо без редактуры. Неприкосновенность частной собственности, никакого нарождения ответственного отечественного предпринимательского класса невозможно. Хотите решить вопрос с несправедливыми залоговыми аукционами, введите для тех, кто обогатился на них единоразовый налог. Ну, эта тема также не исключается, она многократно... Она, кстати, обсуждалась, да и Путин ее обсуждал. Она многократно обсуждалась, я надеюсь, что от обсуждения будет принято какое-то решение, но нужно определить размер этого налога. Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос. И нужно обеспечить таким образом, чтобы этот налог в итоге не заплатили мы же сами, потому что может произойти следующая история, что этот налог ляжет обременением на компанию, а компания это заложит потом в цену своей продукции или в неповышение заработной платки. Это будет наверняка. Поэтому здесь мы просто не должны впасть в некий самообман. Еще раз повторю, что в данном случае мы говорим об использовании средств, полученных от государственной собственности. Что касается неприкосновенности частной собственности, она гарантирована Конституцией. Я понимаю, о чем вы говорите, что, к сожалению, рейдерские захваты и неправовые решения суда сплошь и рядом существуют. С этим надо бороться. И, разумеется, частная собственность должна быть гарантирована. Но точно так же, как, что называется, уравновешивающим элементом должны быть гарантированы социальные права работников в полном объеме. Добрый вечер. Вы в эфире. Здравствуйте. Добрый вечер. Как вас зовут, простите? Зарубин Вадим. А вот такой вопрос. Почему нельзя внедрить акты, которые мы платим на нефть, газ, допустим, и их переводить пенсионерам? Да, у нас же так же будет и пенсионный фонд пополняться. Да ни в коем случае. Да вы что? Вадим, ну, вообще, реально... Нет, это вот... Сейчас Андрей, конечно, отставит. Реально мы и так платим. Да нельзя. Во-первых, это уже есть. Мы и так платим. Я могу сказать, что сегодня пенсионный фонд, у него 5 триллионов в бюджет, 2 триллиона он получает, 2,5 триллиона он получает из федерального бюджета. Это как раз большая часть акцизы. Когда, допустим, господин Глазев говорил о необходимости природной ренты, который бы... Он ломился в открытую дверь. Мы не могли бы платить даже те нынешние пенсии, которые существуют, если бы не было природной ренты. Если бы не было налога на добычу полезных ископаемых. И принципиальный момент. Господа, вот несмотря на то, что, скажем так, мы с господином Исаевым из разных лагерей, да, я могу сказать, вы уже это все оплачиваете. Это уже все заложено. Вот эта иллюзия о том, что давайте еще что-нибудь введем, и оно изменит ситуацию, оно нужно. Вы за это заплатите. Вы, как потребители. Неважно, товаров, услуг, топлива и так далее и тому подобное. И дальше цепочка вся инфляционного дефлятора срабатывает по полной программе. Ну, то есть, ребята, вот принципиальный момент. Не испытывайте иллюзий, когда вам говорят, давайте чего-нибудь еще введем. Нет, вообще любой новый налог, надо понимать, что он... Кто бенефициар? Кто будет за это отвечать? Кто будет в итоге за это платить? Да. Вы в эфире, как вас зовут? Алло. Добрый день, меня зовут Сергей. Да, пожалуйста. Я на самом деле удивлен вот такой инициативой, потому что вот самые шокирующие слова, что я услышал в начале передачи, это просто доходы в бюджет России будут пополняться исключительно от углеводородной промышленности. Это не так. То есть на малый бизнес, на малый и средний бизнес, как всегда, у нас, получается, задвинули. Нет, это не так. Просто мы не хотим возлагать на малый и средний бизнес ту нагрузку, которая должна нести углеводородная, как выразились, промышленность. Это как раз обратный подход. Мы считаем, что именно эти отрасли должны заплатить ренту своеобразную пенсионерам и работникам старших возрастов для того, чтобы у нас была возможность не повышать взносы в пенсионный фонд, который должен будет платить малый и средний бизнес. Вы прекрасно понимаете, деньги ниоткуда не берутся. Если мы не повышаем пенсионный возраст, а против этого подавляющего большинства граждан, при этом у нас растет количество пенсионеров, сокращается количество работающих, для того, чтобы сохранить хотя бы нынешний уровень пенсионного обеспечения, а мы хотим большего и более высокого, нам тогда остается немного пути. Один из них это повышение налогообложения, фактически, ну взносов в пенсионный фонд на всех. Вот предложение, которое мы сделали, антиваучер, оно фактически дает возможность дополнительного дохода для пенсионеров не с малого и среднего бизнеса. Ну еще, наверное, пару звонков будем принять. Добрый вечер, вы в эфире. Как вас зовут, Аля? Добрый вечер. Илья Москва. Далее. Лучше видеть инициативу вашего гостя у меня не покидает ощущение дикого популизма, вот что вот мы сделаем, все будет красиво, наше правительство не может разобраться, каким путем пойдет наша пенсионная реформа. Вот давайте мы сначала определимся, куда мы идем, а потом будем искать средства. А то сначала мы откладываем деньги, теперь выясняется, что может быть не откладываем, давайте мы путь выберем, а потом... Да, спасибо. Вот, кстати, отличный вопрос, вот Андрей, вы мне за эфиром излагали свою мысль, можете сейчас ее представить, слушать? Потому что у нас время мало. Остается очень мало времени, просто единственное, меня награждали здесь словом популизм, наверное, столько же, сколько в советские времена, в сталинские наградили бы словом троцкизм, поэтому я предлагаю тоже не использовать левый популизм, левый популизм. Не использовать штампы, да, что касается пенсионной реформы, да, сейчас идет очень серьезный спор, он касается, в частности, накопительной части, мы с Юрием эту тему обсуждали, еще раз повторю, мой подход, который отличается от того, что предлагает Минфин и Кудри, они предлагают просто сохранить накопительную часть в нынешнем виде, фактически, и ждать, когда она разовьется, и от того, что предлагает Минтруд, который предлагает экспроприировать на сегодняшний день большую часть накопительной части у всех. Про с чего я вообще категорически выступаю? Сегодня у нас граждане разделились, 25% участвуют активно в накопительной части, они вложили деньги в негосударственные пенсионные фонды свои, так или иначе получают прибыли, 75% являются молчунами, они ничего не вложили, никуда, их средствами распоряжается государство, там десятки миллионов людей, государство боится рисковых проектов, поэтому оно просто вкладывает в ВЭП, получает 6% годовых, это не накопительная, это убывающая часть. В этой связи следующее предложение, которое комитет выдвигает, тем, кто выбрал оставить накопительную часть в полном объеме, ни в коем случае не покушаться и не трогать, потому что это будет третий пересмотр условий за последние десятилетия. Тем, кто не выбрал себе негосударственного пенсионного фонда, еще дополнительно дать возможность выбора, сказать, дорогие друзья, вот у вас есть такая-то возможность, если вы в течение, скажем, года не определяетесь с негосударственным пенсионным фондом, тогда мы присоединяем эту накопительную часть к страховой, солидарной, это значит, что мы будем использовать эти деньги для выплаты пенсии нынешним пенсионерам, но у вас будет накапливаться не живые деньги, а ваши права, виртуальные деньги в лице обязательств государства перед вами, тогда вы тоже от этого выиграете, потому что страховая часть сегодня индексируется в среднем 17% в год, а вот накопительная, которой вы никуда не инвестировали, всего 6%, мне кажется, это было бы справедливо. Я всегда говорил и говорю, что политика это возможность компромиссов, главное слышать друг друга и даже своего оппонента, так что к тезису о том, что единороссов адекватных не бывает, ложь, ложь, вот я отвечаю тут Виталию, на мой взгляд, то, что озвучил сейчас господин Исаев, очень даже адекватно, в части накопительной, части, уж простите за тавтологию, наших будущих пенсий, в части антиваучера, я, конечно, с Андреем не согласился, я считаю, что это популизм, и пусть он на меня не обижается, единственное, мне хотелось бы, чтобы государство занималось своими прямыми функциями, бизнес занимался своими прямыми функциями, а каждый из нас может стать акционером, дольщиком, выбрать ту или иную форму инвестирования и на этом зарабатывать. Спасибо всем, реальное время финам ФМ.